История начинается сразу после того, как произошло сражение и множество жертв разбросано по всему полю боя. Гигантский монстр бродит по земле и его встречает группа воинов. Как и большинство монстров, этот способен говорить не шевеля губами и называет людей, стоящих перед ним, глупцами за то, что они думают, что могут победить его. Мы узнаем, что теневые миры представляют собой худшее бедствие, с которым когда-либо сталкивалось человечество, и они неуклонно окутывают мир черным туманом. Нет никакого способа узнать, что происходит внутри этого тумана, но известно одно, ни одно живое существо не может выжить на земле, где он находится. Портит. Есть только один способ спасти мир, это завоевать миры теней. Один из героев храбро говорит дракону по имени Барамир, что пришло время уладить все раз и навсегда. Этот парень довольно уверен в себе, учитывая, что вокруг куча мертвых героев, поскольку он говорит Барамиру, что именно он убьет его и положит конец этому проклятому черт возьми. Барамир сильно расстраивается, и тот парень, который всегда указывает на очевидное, кричит «вот оно начинается». Он говорит об огненном дыхании Барамира, но мой мальчик с гигантским щитом все предусмотрел. Но прежде чем огненный шар достигает его, он исчезает, так как мы видим, что наш главный герой использует заклинания, чтобы остановить его. Удаление щита дает нам возможность что-то сделать. Барамир готовит еще одну атаку, еще более мощную, но наш главный герой копает глубже и останавливает и ее. Его зовут Дессер, и он громко заявляет, что его анализ магического паттерна завершен. Он запечатал все драконовские заклинания. Люди переходят в наступление, но Барамир оскорблен тем, что наглые люди думают, что могут встать у него на пути. На этот раз он использует свой хвост для атаки и щитоносец наконец получает шанс проявить себя, блокируя атаку. Воины прыгают вперед, чтобы нанести какой-то урон, и маг тоже попадает в него. Видя, что это битва, которая положит конец всем битвам, маг решает использовать все до последней капли магии, которая у них есть, чтобы усилить свою женщину-воина. Дессер подбадривает ее своим боевым кличем, и она наносит последний массированный удар. Барамир кричит от боли, так как он совершенно не верит, что все так закончится. Все празднуют победу, и капитан Очевидность снова говорит одно единственное слово «хорошо». Дессер поражен их великим достижением и рад, что они могут выбраться из этого ада. Некоторое время спустя группа празднует победу, но один из них замечает, что они не получили никакого сообщения о начальстве. Я задаюсь вопросом, не попали ли они не в ту цель. Мистер Стейт Очевидное говорит, что Барамир определенно был правильной целью, но другие указывают, что обычно их отправляли, они уже вернулись в свой мир. Дезерт не возражает дать этому еще немного времени, так как все уже позади. Настроение у нас приподнятое, но маг все портит, указывая на то, что из 155 миллионов человек, которые сражались с ним, выжили только шестеро. Настроение резко меняется, когда Дезерт начинает думать о том, что этот мир отнял у него слишком много товарищей, с которыми он сражался бок о бок и незаменимых друзей. Хиппи из группы немного оживляет ситуацию, указывая на то, что они победили Барамира и пытается сменить тему. Маг объясняет, что они не могут оторваться от реальности, и 99% магов погибли. Он хочет подумать о том, что будет дальше, но Хиппи говорит им, что они должны помолиться первого числа. Пустыня успокаивает всех, поэтому религиозный Хиппи просто хвалит парня из Щ.И.Т.а за его замечательные навыки блокирования. Хотя он слишком скромен и отдает все должное Дезеру. Маг удивляется, как Дезер смог проанализировать и запечатать простые заклинания своим кругом, ведь даже у него нет такой силы. Маг указывает на то, что даже при всей своей силе Дезер был совершенно неизвестен, и он спрашивает его, как такое могло случиться. Дезер объясняет, что это потому, что он всего лишь простолюдин. Маг считает, что это полный позор, потому что если бы он был в волшебной башне, то превратил бы нашего мальчика в чудовище. Потом они ходят и обсуждают, что будут делать, когда вернутся домой. Один парень хочет посетить дома своих умерших друзей, чтобы вернуть им памятные подарки, потому что что-то говорит о достойной смерти. Хипстер, по-видимому, самый чистый человек на свете, поскольку она просто хочет вернуться в королевство, чтобы позаботиться о семьях погибших и построить мемориал. Маг хочет найти способ предотвратить повторение мира теней, поскольку если появится нечто подобное, это действительно будет концом о человечестве. Воин, который на самом деле закончил битву, не произносит ни слова и на самом деле просто игнорирует вопрос. Остальные задаются вопросом, вернется ли Тессер в Академию Хеврон, и он думает о девушке, которую он когда-то знал и которая в конечном итоге погибнет в бою. Тессер заявляет, что он еще не решил и просто хочет вернуться домой первого числа. Именно в этот момент они все что-то чувствуют и понимают, что это еще не конец. Они не понимают, какую магическую силу ощущают, и маг потрясен, так как уверен, что они убили Баромира. Однако он быстро кое-что понимает. Он объясняет, что когда-то читал, что драконьи сердца не только перекачивают кровь. Они также хранят и циркулируют огромное количество маны. Когда дракон умирает, кровь останавливается, и накопленная мана, которой больше некуда деваться, взрывается. Наш герой-щитоносец выходит вперед, получая еще один шанс проявить себя полезным, и говорит магу, что хотел бы, чтобы он сообщил эту информацию раньше. Хотя он явно виноват буквально во всем, у мага есть оправдание, поскольку это первый случай в истории, когда люди победили дракона. Небо наполняется светом, исходящим от монолитного трупа, и дезерт потрясен, когда его заклинание не сработало. Маг указывает, что это безнадежно. Они столкнулись с чистым шаром магической силы, и даже при идеальных условиях они не смогли бы остановить его. Все начинают готовиться к концу своей жизни, и дезерт задается вопросом, действительно ли это так. Его жизнь с начала эпизода проносится у него перед глазами, и дезерт оказывается совершенно в другом месте. На нем обычная одежда, и он не может понять, что происходит. Он слышит вдалеке аплодисменты, и какая-то женщина приветствует всех новых студентов Еврейской академии. Дюссер помнит ее как профессора Берджет, и она объясняет студентам, что не все могут быть зачислены. Вместо этого все они пройдут тест, и будут приняты только 600 лучших. Дюссер, кажется, точно знает, что она собирается сказать, поскольку она шокирующе заявляет, что их тест заключается в том, чтобы очистить мир теней. Студенты ропщут от страха, потому что это слишком опасно, но Берджет говорит им не бояться. Тестовый мир теней – это искусственный мир, созданный специально для проведения теста. Пока Дезерт говорит, она начинает кое-что понимать, но не может в это поверить. Затем Берджет заявляет, что сейчас они начнут сдавать вступительные экзамены на 3613 год, подтверждая то, чего так боялся Дезерт. Он объясняет, что битва с Баромиром началась в 3616 году, и в течение следующих 10 лет они сражались в этом подземелье, и все было разрушено. Он падает в обморок, задаваясь вопросом, в чем же был смысл всего этого. Каким-то образом, не ущипнув себя, Дезер понимает, что это не сон, так как он все отчетливо помнит. Как раз в этот момент слишком сердитая девочка говорит ему, что искала его. Она представляется Лидорией и говорит Дезеру, что она будет его наставницей. Дезер порылся в своей памяти и обнаружил, что Лидория – гениальный маг, владеющий магией огня, и она занимает первое место в рейтинге Академии. Она потрясена, узнав, что Дезер – простолюдин, и указывает, что даже если он пройдет тест, его переведут в бета-класс. В этой школе, по-видимому, действительно много дискриминации. В ней дворяне попадают в альфа-класс, а простолюдины в бета-класс. Даже если у тебя есть талант, ты не сможешь получить надлежащее образование, если ты простолюдин. Они заходят внутрь, и Дория удивляется, почему Дезерт не восхищается школой еще больше. Дезерт пытается сказать, что он уже видел подобное здание раньше, но она указывает, что здесь нет ничего подобного. Как раз в этот момент их встречает Эльхейм, «Маг воды», и Деса вспоминает, что у него не ладится с диареей. Некоторое время два мага осыпают друг друга оскорблениями, Эльхейм насмехается над тем, какая она невысокая, а Ладория указывает на то, какой он надоедливый. Ладория напоминает ему, что она уже побеждала его в драке, но он говорит, что просто позволил ей победить. Эльхейма впечатлили манеры Дессера сидеть тихо, но он от души посмеялся над Дессером, когда узнал, что тот простолюдин. Он сказал, что не будет составлять ему конкуренцию, и посоветовал им с нетерпением ждать испытания. Прежде чем уйти, он дал Дессеру несколько советов. Он утверждает, что даже если Дессеру повезет и он пройдет тест, он все равно попадет в бета-класс. Так что, возможно, ему лучше не проходить его. Как раз в этот момент студентов вызывают для начала теста, и мы видим, что Ладория вся горит и требует, чтобы Дезерт сдал экзамен. По мере того, как они идут на тест, Дезерт все больше и больше убеждается, что он остался в прошлом. В этом случае он оглядывается по сторонам и с облегчением видит, что рядом никого нет. Однако именно в этот момент его окликает девочка и просит перестать так часто оглядываться по сторонам, потому что он выглядит глупо. Дессер в полном недоумении видит, что это романтика, девушка, о которой у него остались воспоминания. Дессер понятия не имеет, почему это произошло, но считает, что причина не имеет значения. Он не позволит трагедии повториться, и он клянется переписать историю мира. Дезерт зовет своего давно потерянного друга, но это было задолго до того, как они познакомились, поэтому романтика спрашивает чудака, откуда он знает ее имя. Дезерт объясняет, что он просто увидел ее имя на экране, и они находятся в одной группе тестирования. Уходя, она желает ему удачи, но Дезерт может думать только о том, что она понятия не имеет, насколько он был опустошен, потеряв ее. Наш герой, путешествующий во времени, берет себя в руки и обещает никогда больше не позволять ей проходить через такое ужасное испытание. Первое испытание – это гонка на начальном уровне в мире теней. Теневые миры в школе безопасны, так как они не хотят, чтобы на них подали в суд родители Карен, поэтому даже если ученики получат повреждения, они могут немедленно эвакуироваться. Дессер удивлен, что они все еще могут получать повреждения, а Эльхейм прибывает, чтобы объяснить, что использование магии и атак по отношению к участникам запрещено. Разрешено. Этот чувак продолжает свою злодейскую линию, сообщая паре, что Дезерт не сможет пройти испытания. Затем Эльхейм представляет человека, которого он наставляет по имени Зёзд, рыцаря-волшебника. Наш герой, путешествующий во времени, хорошо ее знает, поскольку она рыцарь-волшебник льда и маг высшего круга, владеющий магией видения, которую невозможно обратить вспять. Она владеет мечом лучше, чем большинство чистокровных рыцарей, и в итоге она стала его самым надежным товарищем по команде. Ладория Эльхейм еще немного поспорит, но этот чувак почему-то всегда смеется последним, оставляя Ладарию в шоке. Она говорит Дессеру, что его шансы против волшебного рыцаря довольно малы, но призывает его не сдаваться. Группа Дессера призвана начать испытания, и все они попадают в мир теней. Они будут стремиться к цели, которая находится прямо перед ними, и только трое лучших пройдут испытания. Им разрешается использовать магические атаки, вмешательство и любые другие методы, необходимые для победы. Если ученик получит смертельный урон, он будет дисквалифицирован. Дессеру, вероятно, следовало бы сосредоточиться на тесте, но он слишком увлечен Изюминкой. Она была там, в будущем, когда наступил конец света, поэтому он задается вопросом, не вернулась ли она в этот мир с воспоминаниями о прошлом. На удивление, она знает его имя, но это только потому, что она проверила его перед тестом. Изюминка полностью обвиняет нашего мальчика в том, что у него физические способности ниже среднего, и безжалостно говорит ему, что у него нет будущего. Она не могла не заметить, что у него проблемы со зрением, когда он пристально смотрел на нее, но она уверяет его, что ему не о чем беспокоиться, так как у нее нет будущего. Заинтересованность в нападении на слабых. Она явно не дружелюбна, поэтому Дезерт решил, что она не является его верным товарищем по команде из будущего. Гонка начинается, Изюминка исчезает, как будто она что-то украла, оставив всех в пыли. Романтика следует за ней, но замедляется, чтобы извиниться перед каким-то маленьким комочком шерсти за то, что врезалось в него. Десерт сразу переходит к жеманству, когда он указывает, что ей должно быть все еще нравятся подобные вещи, но она понятия не имеет, что этот парень имеет в виду под все еще. И она задается вопросом, не предпринимает ли он какую-то ужасную попытку, чтобы приударить за ней. Ее очень раздражает, что он ведет себя так, будто они друзья, и она советует ему сосредоточиться на гонке. Этот простофиле просто ничего не может с собой поделать, так как ему очень не хватало общения с ней. Она еще больше злится, когда слышит эти слова, но метелка из дробовика спасает ее от случайного огненного шара. Какой-то чувак очень расстроен тем, что метелка вмешивается в его атаку на романтику и использует свой огненный стержень для атаки. Романтика умеет защищаться и выводит этого дурака из себя. Его зовут Экс, и его дисквалификация объявлена всем желающим. Романтика благодарит Дессера за то, что он спас ее, но тут же снова начинает раздражаться из-за его тупого выражения лица. Они оба сильно отстают друг от друга, поэтому романтика решает показать ему свои истинные способности, используя заклинания метания стрел. В другом месте кто-то из высшего руководства говорит Иисусу с конским хвостом, что все идет гладко. Они особенно удивлены тем, что в этом году участвует волшебный рыцарь, и они восхищаются тем, как хорошо она себя ведет. Они все от души смеются, когда кто-то указывает, что слабый простолюдин находится в одной группе с великим волшебным рыцарем. Все они жалеют бедного ребенка, но одна цыпочка кажется что-то знает, так как она пристально смотрит на Дессера. Парень, идущий за изюминкой, уверен, что все, что ему нужно будет сделать, это продолжать следовать за ней, чтобы пройти мимо, но затем его шокирует мощный ветер романтики. Он недостаточно силен, чтобы сдуть его с места, но он едва может двигаться. Именно в этот момент он приходит в шок, когда цедра легко пробивается сквозь ветер. Этот абсолютный идиот тратит слишком много времени, пуская слюни на эту девушку, и в итоге получает объятия от матери природы, любезно предоставленные гигантским деревом. Рядом с ним был еще один парень, которого тоже исключили, так что теперь осталось только три участника. Романтика улыбается, так как это означает, что они все пройдут, но эта цыпочка жаждет крови и говорит Дезерту, чтобы он просто выбыл. Дезерт недоумевает почему, и причина проста, у него отвратительно глупое лицо. Она хвалит себя за то, что предупредила Дезерта, чтобы он не пострадал, и дала ему еще один шанс бросить учебу. Романтика ожидает, что он сдастся, но шокирована, когда он отказывается. Она не может поверить, что он не сдастся, даже увидев ее магию, и приходит в ярость, когда Дестер просто снова улыбается. Ей надоел этот надоедливый парень, и она обещает причинить ему такую боль, что он подумает, что вот-вот умрет. Она выпускает свой мощный удар ветра и позже говорит об этом слабаку. Она просто ошеломлена, когда Дезерт приветствует ее атаку и видит, что он совершенно невредим. Наш мальчик безумен, так как он не только выжил, но и теперь указывает на то, что она сделала ставку на скорость в своей атаке, и именно поэтому ее контроль так слаб. Явно не заботясь о том, как сильно он ее раздражает, Дезерт рекомендует немного скорректировать ее атаку, и она полностью взрывается. Романтика готовит еще одну атаку, которую, как она гарантирует, не пропустит, и выпускает свой ядовитый ветер. Деса действительно начинает выпендриваться, когда он делает то, что он делает, объясняя, что он при этом делает. Он просто немного меняет направление воздушного потока и заставляет ее атаку промахиваться. Она потрясена, увидев, как он использует обратное заклинание, поскольку обычно кто-то должен быть на гораздо более высоком уровне. Или в круге, как они это называют, чтобы иметь возможность использовать обратное заклинание. Дезерт, должно быть, не сможет этого сделать, так как он находится в самом низшем круге, поэтому она решает испытать его еще раз. На этот раз Дезерт просто-напросто взрывает свою атаку, и Романтика начинает терять рассудок, задаваясь вопросом, означает ли это, что его навыки выше, чем у нее. Теперь ситуация полностью изменилась, так как наш мальчик уверенно говорит, что они должны закончить прямо сейчас. Есть и другие, кого ему нужно победить, поэтому он не может оставаться здесь надолго. Он подобрался слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно, поэтому Романтик решил проверить, сможет ли он на этот раз обратить вспять целую кучу заклинаний. Дессер легко останавливает их все и думает о том, что Романтика очень могущественна, но недостаточно. Так не пойдет, потому что в таком случае они просто повторят то же будущее, в котором она встретила свою кончину. Он полон решимости сделать ее сильнее, поэтому именно он должен победить прямо сейчас. Дессер заявляет о своем превосходстве как босс и говорит Романтике, что обратные заклинания – это не единственное, что он может сделать. Она удивлена, увидев, что он использует базовое заклинание, которое устраняет трение и недоумевает, зачем ему это понадобилось. Затем Десерт, шокирующе показывает, что на самом деле он сражался не с ней все это время. Последнее, что он говорит ей, это то, что они проходят проверку не на магические навыки, а на то, кто сможет достичь цели. Все начинает проясняться, когда Зестер объясняет, что даже если они получат там смертельные повреждения, они не умрут. Романтика начинает понимать, что планирует сделать этот абсолютно гениальный человек, но указывает на то, что хотя он может и не умереть, он все равно получит повреждения. Наш мальчик не боится никаких повреждений и использует огненное заклинание, чтобы разогнаться до скорости света. Романтика думает, что он, возможно, сумасшедший, но на самом деле это просто король риска на работе. Цель близка к тому, чтобы он уверенно лидировал, но сразу видно, что Десерт скоро ее обгонит. Она понятия не имеет, как он победил романтику, но решает, что ей придется победить его, используя все, что у нее есть. Она готовит мощную атаку, так что наш мальчик завершает анализ каждого заклинания, которое она использует. Это позволяет ему получить контроль над всей атакой, но Асия понимает, что он переворачивает их и решает, что ей придется закончить бой, прежде чем он возьмет их все. Она мгновенно атакует теми, которые еще не были захвачены, но Десер умудряется изменить их траекторию. Азес видит, что ему только что удалось увернуться от смертельного удара и решает, что она просто не даст ему времени отменить свое заклинание. Она комбинирует свои заклинания для следующей атаки и Десер соглашается, что она принимает правильное решение. К несчастью для нее наш мальчик-зверь корректирует траекторию атаки в полете. Затем она испытывает шок, когда он использует отдачу от атаки в сочетании с отсутствием трения, чтобы снова броситься в атаку. Азес готовит атаку, но Десер объясняет, что она слишком зациклена на победе над ним, и он просто пролетает мимо нее. Десерт объявлен победителем, но для него это практически ничего не значит. Наш путешественник во времени смотрит на своих друзей и думает только о том, что им всем, включая его самого, нужно стать сильнее. Это единственный способ преодолеть трагедию. В другом месте мы видим, что парень, носящий довольно глупое кольцо, только что победил группу студентов и был объявлен победителем. Победитель группы F. Его зовут Данте, и он пристально смотрит на девочку нашего мальчика, одаривая ее жуткой улыбкой. В другом месте ответственные за школу обсуждают, что, как и ожидалось, в этом году в альфа-классе больше не будет простолюдинов. Все эти люди довольно жестко дискриминируют простолюдинов, поскольку говорят, что альфа-класс предназначен только для воспитания избранных. И простолюдины должны быть просто счастливы, что они получают его, чтобы поступить в еврейскую академию. Старший по званию старик, который выглядит так, будто никогда в жизни не брился, заставляет их замолчать и сообщает, что была рекомендация перевести определенного ученика в альфа-класс. Это была профессор Бриджит, и она с уверенностью рекомендует десерт. Позже студенты проверяют, в какой класс их зачислили, и десер видит, что он находится в бета-версии. Однако, что его действительно беспокоит, так это романтика, поскольку она в полном шоке. Несколько мгновений спустя мы видим, что романтика очень подавлена своим убогим окружением. Профессор объясняет, что навыки магов распределяются по кругам. Самый низкий круг равен единице, а самый высокий – семи. Чтобы попасть в альфа-класс, ученик должен быть как минимум второго круга. Все ученики в этом классе настолько низки, насколько это возможно в первом круге, и их навыки недостаточно хороши для реальных теневых миров. Романтика думает, что быть в бета-классе уже достаточно плохо, но все становится только хуже из-за того, что она учится в одном классе с десер, которое это ее бесконечно раздражает. Она недоумевает, почему десер вообще здесь, ведь он победил волшебного рыцаря и безумно раздражается, когда он просто продолжает улыбаться. Затем мы видим, что Бриджит не смогла уговорить других профессоров перевести десера в альфа-класс. Все они благородны, поэтому решительно выступают против этой идеи. Десер в ярости не только из-за себя, но и из-за всех талантливых комментаторов, которых игнорируют из-за дискриминации. Десер решает, что он должен пробудить как можно больше талантов, чего бы это ему не стоило. Позже романтика продолжает заниматься своими депрессивными делами, и к ней подходит этот чувак Данте. Он учится в альфа-классе и планирует присоединиться к Голубой Луне, лучшей вечеринке в Академии, состоящей из лучших студентов альфа-класса. Этот дерзкий придурок пришел пригласить присоединиться и девочку своих мальчиков, так как у нее отличные навыки и безупречная родословная. Романтика знает, что она должна сказать «да», так как это также приведет ее в альфа-класс, но потом этот чувак говорит ей, что ей придется пойти с ним на свидание. Она указывает на то, что это их первая встреча, но этот приятный собеседник говорит ей, что это была любовь с первого взгляда. Романтике нужно время, чтобы подумать, но этот напористый парень дарит ей подарок, который в его родном городе дарит тем, в кого они влюблены. Романтика едва может говорить после такой демонстрации рис, и она в шоке, когда за ее спиной появляется Десер. Десер объясняет, что он здесь для того, чтобы сделать ей такое же предложение, но она отказывается встречаться с ним. Десер проясняет ситуацию, указывая, что на самом деле он хотел, чтобы она присоединилась к его вечеринке. Совершенно очевидно, что она выберет лучшую вечеринку в школе, а не его, но Десер думает о том, что это было самой большой ошибкой, которую она когда-либо совершала в будущем. Она сказала нашему мальчику, чтобы он отвалил, и он оставил ей письмо, предназначенное для прочтения, когда никого не будет рядом. Романтик насмехается над ним за то, что он, вероятно, написал в нем что-то постыдное, но он говорит ей избавиться от него после того, как она прочтет, так как это для ее же блага. Беглое прочтение стирает самодовольную улыбку с ее лица, и она приходит в ярость, а Десер, который к этому моменту уже давно ушел, знала, что он будет нажимать на ее кнопки. Затем Десер замечает какого-то синеволосого паренька по имени Прам, и рад, что наконец-то нашел его. Десер объясняет, что среди воинов, участвовавших в битве до его путешествия во времени, Прам был одним из самых быстрых фехтовальщиков. Он был самым сильным во временной шкале, где у него почти не было тренировок. Поэтому Десер не может себе представить, насколько сильнее может стать Прам, если он немного потренируется в этот раз. Как раз в этот момент прибывает Романтика, расстроенная тем, что Десерт, похоже, знает о ней какой-то секрет, но он говорит ей успокоиться, чтобы понаблюдайте за тренировкой. Романтика не может поверить, что коляска такая очаровательная и хочет иметь ее как домашнее животное или что-то в этом роде. Прам выбирает оружие, которое шокирует ее пару, так как они задаются вопросом, действительно ли он может владеть великолепным мечом. Прам должным образом представляется, но его противник отказывается разговаривать с отбросами класса бета. Начинается тренировочный бой, и Малитмен мгновенно удивляется способностям Прама. Романтика думает, что Прам довольно силен, но Десер знает, что он просто размахивает мечом вслепую. Мистер Бизнес впереди, а вечеринка сзади отбивается безжалостной атакой, но Десер знает и предвидит контратаку со стороны Прама. Десер видит, что Прам уходит слишком быстро, так как рыжеволосый Экефаль уворачивается, и в итоге вместо этого противостоит ему. Рыжий по имени Персиваль объявлен победителем, но он не удовлетворен только этим. Он начинает кричать на бедного ребенка, в то время как бесполезный судья просто наблюдает за ним, так что Десер начинает действовать. Он указывает на то, что матч окончен, но рыжий угрожает и ему тоже. У Десера острый язык, когда он спрашивает Персиваля, расстроился ли он из-за того, что атака Прама причинила ему слишком сильную боль. Или он просто завидует кому-то, кто талантливее его. Десер умудряется нажимать на все кнопки этого чувака, заставляя его атаковать бесконтрольно, но Десер блокирует это своей рукой. Десер еще раз напоминает ему, что он выиграл бой, но пугающе спрашивает, чего еще он может хотеть. Персиваль уходит, но говорит Десеру, что запомнит его лицо. Прам заштопал его, и Десер объясняет, что он использовал магию, чтобы заблокировать удар меча, так что тот не причинил большого вреда. Прам извиняется, но Десер объясняет, что именно он решил вмешаться. Прам указывает, что из-за него у Десера теперь есть враг в классе Альфа, но опять же Десер говорит, что все в порядке, и он должен сказать романтике, чтобы она успокоилась. Потому что эта девочка слишком одержима. О том, как очаровательна Прам. Прам благодарит Десера за спасение и обещает отплатить ему тем же. Затем Десер отводит романтику куда-нибудь, где они могут поговорить наедине, и он должен успокоить ее, сказав, что не рассказал ни единой живой души о том, что ему известно. Однако он показывает, что профессора знают об этом, именно поэтому ее перевели в бета-класс. Хотя она и дворянин с потрясающими способностями. Затем Десер выкладывает все это, поскольку он знает, что в романтике течет кровь простолюдинки, и ее родители на самом деле просто замечают это. Дворянский титул. Профессора знали об этом и просто считали ее еще одной простолюдинкой, куском мусора. Романтика уверена, что Данте защитит ее, если она присоединится к их группе, но он напоминает ей о том, как Данте называл грязную жизнь простолюдинов. Десер рекомендует ей вместо этого присоединиться к его группе, и она приходит в ярость. Она думает, что он расскажет всем ее секрет, если она не присоединится, и указывает на то, что он ужасный человек, расшантажирует ее. Наш мальчик вовсе не кусок дерьма, потому что он никогда бы этого не сделал, и он просто говорит, что если она не присоединится, то ему просто придется это сделать. Начинай свою вечеринку только с детской коляской. Воображение романтики разыгралось при мысли об очаровательном ребенке, но она все еще борется со своим решением. Она по-прежнему считает, что десерт довольно необычный, потому что все время улыбается и знает ее секрет. Он вел себя очень безрассудно во время теста и каким-то образом смог победить волшебного рыцаря. Вдобавок ко всему, он каким-то образом может использовать обратное заклинание, даже несмотря на то, что находится в самом нижнем круге. Немного поразмыслив, она решает присоединиться к его группе, но главным образом для того, чтобы раскрыть его секрет. Романтика все еще ненавидит его улыбку всеми фибрами души, но они оба соглашаются. Затем мы наблюдаем, как Прам внимательно рассматривает меч странного вида. Его мать вручила ему меч, который был оставлен ему отцом, и объяснила, что пока меч ярко сияет, это означает, что его отец будет думать о них вечно. Но как только этот бедный ребенок дотронулся до нее, она разлетелась на куски. К счастью для него, эта часть была всего лишь сном. Позже диетологу пришлось встретиться с Бриджит, чтобы они могли подать заявку на организацию вечеринки. Они с удовольствием перекусили, но скоро пора переходить Сертам говорит о том, почему он хочет организовать вечеринку, поэтому он просто объясняет, что планирует перейти в класс Альфа, выиграв рейтинговый турнир. Бриджит указывает на то, как это тяжело, но Дессер и так все прекрасно понимает. Она объясняет, что рейтинговый турнир – это экзамен для определения рангов учеников в каждом классе. Он проводится совместно с Альфа и Бета-классами, и для участия в нем требуется группа от трех до шести человек. Экзамен проходит в форме битвы между двумя сторонами, и ранги победивших сторон повышаются. Однако это не означает, что стороны, в которых есть члены, имеющие право голоса, имеют преимущество, поскольку оцениваются индивидуальные достижения. Существует множество способов заработать рейтинг, поскольку ключевым моментом является то, насколько студент внес вклад в победу своей партии. Цель рейтингового турнира – оценить различные навыки студентов. Победившие команды примут участие в финальных раундах, которые пройдут в теневом мире. Те, кто попадет в первую девятку, получат звание одиночных игроков. Одиночные игроки могут перейти из бета-класса в альфа-класс, однако до сих пор ни один человек не был повышен в должности. Для романтики это неудивительно, поскольку у Альф такое огромное преимущество, и она уверена, что это будет односторонний турнир. Бриджит объясняет, что это практически невозможно, но она шокирует всех, когда говорит, что именно поэтому это стоит сделать. Все профессора считают, что бета-версии не стоит преподавать, потому что у них нет таланта. Так что если все трое из их группы смогут занять первое место, это докажет, что профессора ошибались. Бриджит надеется, что они смогут свергнуть ужасно предвзятую систему в школе и спросить романтику и прама, уверены ли они, что хотят присоединиться к партии Дёссера. Они действительно хотят, так что после этого они втроем прогуливаются по потрясающему первоклассному тренировочному центру. К сожалению, он предназначен только для альфа-студентов, поэтому они направляются в тренировочный центр для бета-студентов. Это всего лишь обычная комната, на самом деле она даже хуже, так как практически разваливается на части. Покрытый пылью и скрипящий пол, но всегда позитивный герой, уверен, что это будет расти на них. К сожалению, они обнаруживают, что у них куча соседей по комнате, и сотни крыс убегают обратно в свою нору. План Дёссера состоит в том, чтобы навести порядок на свалке, но романтика не любит крыс. Дёссер говорит, что позаботится об этом, так что романтика восхищается им за то, что он пошел искать другую комнату. Но он говорит, что его настоящее решение – просто заткнуть крысиные норы. У них нет другого выбора, поэтому они просто наводят здесь порядок. Они проделывают потрясающую работу, но романтика в отчаянии. Дёссер говорит, что пора отправляться в путь, поэтому романтика предполагает, что он имеет в виду отправиться домой, чтобы привести себя в порядок. Но на самом деле он имеет в виду начать тренироваться. Она сразу же жалеет, что присоединилась к его группе, но помнит о своих целях. Она направляется к двери, но Дезерт указывает, что тренировочный зал находится в другой стороне. Тренировка начинается с романтической тренировки Дезерт, чтобы повысить точность ее магии. Она объясняет, что у нее уже есть это в запасе, и демонстрирует это, выстрелив несколькими ударами ветра прямо в цель. Она очень гордится собой, но Дезерт хочет, чтобы все ее удары попадали в центр. Она думает, что это невозможно, но он объясняет, что это единственный способ победить Альф. Он уверен, что она сможет это сделать, и вспоминает о будущем, когда она доказала это в бою. Дезерт настраивает ее против себя, говоря, что она могла бы продолжать уборку, если бы захотела, так что у нее появляется мотивация стереть эту улыбку с его самодовольного лица. Чтобы помочь ей с тренировкой, Дезерт заставляет ее попытаться пустить мяч по кругу, и ему приходится говорить этой глупой девочке, что она не может этого сделать. Просто брось это. Предполагается, что она должна управлять потоком воздуха вокруг мяча, чтобы переместить его. Магия ветра – ее специальность, поэтому он просто напоминает ей, что нужно визуализировать это. Она делает именно это, и Дастер поражен, что она научилась двигать мяч с первой попытки. Он поощряет ее продолжать в том же духе, и она просто рада, что получила комплимент. Прам очень хочет научиться фехтованию, но Дастер показывает, что он ничему не может его научить. Поразительно, но Дессер говорит, что Прам усовершенствовал свое мастерство фехтовальщика. И он должен быть достаточно силен, чтобы выиграть рейтинговый турнир в том виде, в каком он есть сейчас. Прам уверен, что это неправда, особенно после того, как Дессеру пришлось его спасать, но Дессер знает истинный потенциал Прама. Удивительная демонстрация силы Прамам в будущем – это то, чего Дессер никогда не забудет. Он указывает, что Праму следовало бы использовать гораздо более легкий меч, в частности рапиру. Прам явно расстроен и не решается сказать Дессеру, почему он не использует меч, более подходящий для его стиля. Дессер указывает, что это касается силы их отряда, поэтому Прам просит его пойти с ними куда-нибудь. Они покидают романтику, но она прекрасно справляется сама по себе. Они приходят в комнату Прама, где он рассказывает, что понятия не имеет, как выглядит его отец, так как давным-давно его отец ходил за молоком. Его мать была простолюдинкой, а отец – дворянином. Единственное, что оставил после себя его отец – это шпагра пира. Когда Дессер видит этот меч, у него не возникает сомнений, что именно им Прам пользовался в будущем. Он безумно легкий, и Прам объясняет, что узнав, что его отец оставил его ему, он сразу же встал на путь меча. Таким образом, когда он в конце концов увидит своего отца, он станет достойным сыном, достойным владеть мечом. Однажды его мать была на смертном адре и сказала Праму, чтобы он никогда не пытался увидеться со своим отцом, поскольку он живет в совершенно ином мире, чем они. Она даже не назвала Праму имени его отца. В этом мире рождение ребенка от простолюдина считается позором для дворянина. Если бы Прам навестил своего отца, он бы не дожил до сегодняшнего дня, так что его мать просто защищала его. Прам объясняет, что он все еще отчаянно хотел найти своего отца, поэтому поступил в Иврейскую Академию в надежде получить какие-то подсказки. Он объясняет, что у него был меч хвалы, который помог ему найти своего отца, но он приходит в ярость и рассказывает, что ему сказали, что меч не имеет абсолютно никакой ценности. Это было недостоинно благородного человека. Прам сломался, потому что он думал, что его отец любил его, и именно поэтому он оставил меч, но это явно не так. Так что Прам отказывается когда-либо снова использовать этот меч. На следующий день все усердно тренируются. Романтик легко бросает мяч по кругу и гордится тем, что овладел им всего за три дня. Дессер быстро берет верх в своем параде, хотя и указывает на то, что мяч не остается в круге. Дессер странно смотрит на нее, размышляя о подарке, который она получила, и ему приходит в голову идея. Он просит Прама показать ему шпагу рапиру, но Прам говорит, что этот меч его больше не интересует, и поэтому он не может его показать. Дезерт умоляет его, но Прам шокирующе говорит, что причина, по которой он не может показать ему это, заключается в том, что он продал его. Затем мы быстро заглядываем в магазин, где у пары парней угрожающего вида есть меч Прама. После этого Дастер и Прам отправляются за его мечом, и Дастер с удивлением видит, что все в точности так, как он помнит. Они добираются до неприметного переулка, который ведет к ломбарду, и осторожно пробираются туда. На вывеске перед магазином написано, что возврат денег не производится ни по какой причине, и Дастер удивляется, как эти ребята могут быть так одержимы деньгами. Прам говорит Дастеру, что больше никогда не хочет держать в руках этот меч, но Дастер просит его просто дать ему шанс. Они, наконец, попадают в магазин, где их встречает гигант, накачанный стероидами, что заставляет Дезера задуматься, почему это место так тщательно охраняется. Дезер объясняет владельцу магазина по имени Учжукен, что они пришли сюда, чтобы купить рапиру, которую продал Прам. Учжукен указывает, что у них действует политика возврата денег, но Дезер говорит этому болвану, что именно поэтому он сказал, что собирается купить ее. Мужчина повторяет, что рапира не имеет ценности, как меч, но удивляет Прама, когда он говорит, что знал, что что-то не так, потому что это было такая легкая. У Учжукена есть идея о том, что это может быть на самом деле, и он демонстрирует свою гениальность, как он уже знает. Это называется Кемувен, и он видел нечто подобное, когда чувак с серьгой в ухе сделал подарок своей девушке. Это используется знатью, чтобы преподнести подарок человеку, которого они любят, например, шкатулку. К несчастью для этого парня он не смог понять, как ее открыть. Затем Учжукан шокирующе сообщает, что это обойдется им в 40 серебряных монет, но Прам в ярости, так как он продал ее этому человеку всего за 3 серебряных всего за день до этого. В довершение всего он даже не сказал ему, что это был Кемувен. Этот подлый парень указывает, что Прайм попросил его оценить его только как меч, что он и сделал, и меч стоил всего 3 серебряных. Однако теперь он продает его как Кемувен, и теперь его стоимость составляет 40 серебряных. Прам думает, что этот чувак просто грязный мошенник, но Дусер понимает, что это просто бизнес, и платит 40 серебряных. Парень задается вопросом, не следовало ли ему запросить больше, но Дусер объясняет, что это все, на что он готов пойти. Учжукан говорит ему, что просто смотреть на него бесполезно, и такой любитель, как он, не сможет его открыть. Этот дурак понятия не имеет, что разговаривает с главным героем, и мы видим, что Дезерт использует свою уникальную магию, чтобы прочитать какие-то скрытые письмена. Затем Дезерт убеждает колеблющегося Прама взять меч и показывает, что на рукояти есть углубление. Нажав на это углубление при извлечении клинка, можно увидеть, что под ним находится еще одно лезвие. Все присутствующие в комнате потрясены, так как это лезвие не из железа и не из серебра. Прам никогда не видел металла, который бы так блестел, и тестер объясняет, что лезвие сделано из бланкиума. Он тверже стали и легче перышка. Этот металл используется только в оружии самого высокого качества, и поэтому мы более чем когда-либо уверены, что это именно то оружие, которое нам нужно. Коляску можно использовать в будущем. Они собираются уходить, но гигантский бегемот встает у них на пути. Дезер любезно просит человека передвинуть гигантскую гору мидий. Но Учжу Кен сделает это только в том случае, если они оставят меч. Дезер напоминает ему, что у них было деловое соглашение, но Учжу Кен – подлый владелец магазина, и говорит ему, что если меч действительно сделан из бланшума, тогда это все меняет. Дезер показывает, насколько этот парень лицемер, но это только заставляет великана угрожать им, если они не уберут меч. Дезер просто отказывается и легко уклоняется от атаки мускулистого парня. Учжу Кен требует, чтобы он уже прикончил их, но великан потрясен, увидев, что Прам шагнул вперед. Прам на самом деле ненавидит драться, но ясно, что этот парень намеревается навредить Дезеру, поэтому он решает не сдерживаться. Прам смущен после того, как Дезер напоминает ему, что он сказал, что никогда больше не прикоснется к мечу. Но Дезер просто подшучивал над ним и поощряет его показать, на что он способен. Он способен на это. Дезер уверен, что этот меч идеально подходит для стиля Прама, но он обеспокоен тем, что атаки гиганта могут быть смертельными, если они попадут в цель. На данный момент Прам еще довольно неопытен, поэтому он не уверен, что сможет победить. Однако все присутствующие в зале были шокированы, когда Прам начал светиться, а его оппонент пришел в восторг от решимости в его глазах. Он пытается атаковать, но Прам мгновенно парирует и уворачивается, давая понять, что Прам быстр. Прам демонстрирует это еще больше, так как парень едва может его видеть. Прам наносит массу ударов, но это всего лишь неглубокие порезы и Дезер задается вопросом, не сложно ли ему контролировать свои удары рапирой. Однако здоровяк начинает привыкать к скорости Прама, так что если бой затянется, Прам окажется в крайне невыгодном положении. Прам пытается атаковать жизненно важные органы парня, но гигант очевидно ожидал этого. Все начинает выглядеть довольно плохо, но Дезерт говорит Праму, чтобы он верил в своего отца. Именно в этот момент Прам замечает надпись на мечей «Вдохновляется». Он не уверен, откуда Дезерт мог все это знать, но это не имеет значения. Он просто полон решимости принести победу Дезерту за то, что тот поверил в него. Прам идет в атаку, но Тузер кричит от шока, когда великан видит, что это происходит. Прам показывает, что в нем нельзя сомневаться, когда он пронзает меч бегемота насквозь и нокаутирует его. Прам считает, что меч – единственная причина, по которой он жив, и говорит, что все это благодаря его отцу. Они собираются уходить, но не могли бы вы объяснить, что дверь может открыть только тот парень, который лежит без сознания на полу. Он требует, чтобы они оставили меч, но шокирован, когда Прам просто прорубает себе путь наружу. По дороге домой они останавливаются перекусить, и Прам благодарит Дезера за все, что он для него сделал. Тузер говорит, что это не проблема, и это вполне естественно – помочь другу, когда он в беде. Сломалась детская коляска, и наш глупый главный герой задается вопросом, не купил ли он не ту еду. Прам на самом деле объясняет, что плачет, потому что раньше был таким потерянным и безнадежным. Теперь все намного лучше, и у него даже есть кто-то, кто считает его другом. Он просто по-настоящему счастлив и благодарит обоих своих родителей, так как планирует следовать словам, которые оставил ему отец. Затем мы видим, что его отец написал эти слова, чтобы мой недолетка не заблудился на мече. Вернувшись в школу, романтика продолжает усердно тренироваться и демонстрирует своему учителю полный контроль над мечом, поскольку теперь она может остановить его прямо в центре круга. Она радуется, но быстро понимает, что она одинока. Она пытается выполнить задание, которое изначально дал ей десер, и приходит в восторг, когда ей удается попасть каждым снарядом ветряной атаки прямо в центр мишени. После этого она ждет встречи с Данте и слышит, как люди дискриминируют ее из-за того, что она находится в бета-классе. Как только она встречается с ним, она съедает вкусный ужин, и Данте с нетерпением ждет, когда она примет решение присоединиться к его группе. Еще до того, как она успевает ответить, он предполагает, что она согласилась и готовится познакомить ее с другими участниками Blue Moon. Конечно, он невероятно шокирован, когда она возвращает подарок, который он ей подарил, настолько, что его крошечный мозг даже не может понять, что происходит. Происходит. Романтика говорит ему, что дело не только в том, что она не хочет с ним встречаться, но и в том, что она только что присоединилась к группе бета-тестирования. Этот чувак полностью отрицает это, так как думает, что она просто шутит, но она очень серьезна. Романтика объясняет, что ей не понравилась вечеринка первого числа, но все полностью изменилось. Руководитель обучает ее и совершенствует ее навыки. Она напоминает ему о том, как он ранее назвал Камана стрэш, и он не отказывается от своего заявления, на самом деле он удваивает его. Романтика рассказывает, что когда-то была простолюдинкой, из-за чего у него чуть не случилась аневризма, и он снова думает, что она шутит. Она снова очень серьезна, но говорит, что теперь все в порядке, так как в ее жизни есть люди, которые не будут смотреть на нее так, как он. Только что сделал это. До этого парня наконец-то дошло, и он сказал ей, что если бы он знал, что она простолюдинка, то никогда бы ее не пригласил. Их разговор окончен, но Романтик хочет сказать еще кое-что напоследок. Она рассказывает, что ее группа планирует перейти в класс Альфа, и это делает их врагами. Это приводит Данте в ярость, поэтому он заявляет, что уничтожит каждого из них. Романтика просто предупреждает его, чтобы он не смотрел на них свысока, и уходит. Это бесит его больше, чем ты можешь себе представить, потому что он выглядит так, словно у него вот-вот случится сердечный приступ. Затем мы узнаем причину, по которой он так зол, когда в воспоминаниях появляется группа разъяренных простолюдинов, разрушающих его дом и требующих казни его отца. Данте так зол, что пускает себе кровь и клянется уничтожить грязных простолюдинов. Некоторое время спустя команда Дессера участвует в рейтинговом турнире и проходит отборочный раунд. Романтика вытирает пол с группой из пяти человек, используя свою атаку ветра, и их победа поднимает их в таблице лидеров. Прам вносит свой вклад в борьбу с другой командой, и они поднимаются еще выше. Дезерт следующий, кто покажет, на что он способен, поскольку наш мальчик не сдвинулся ни на дюйм, останавливая каждую атаку противника. Двое других добивают эту команду, и наши герои попадают в топ-30, а это значит, что пора начинать настоящую игру. Бриджит рада видеть, что они так далеко продвинулись, но обеспокоена, потому что теперь у них на спине будет огромная мишень. В другом месте инструктор, ответственный за группу Голубая Луна, приходит в ярость, когда читает статью о команде Дессера. Команда, состоящая из студентов бета-класса, достигла 30-го места, и возникает вопрос, станут ли они первыми, кто когда-либо получит повышение до альфы. Этот парень сердито отказывается позволить им остаться в их драгоценном альфа-классе, но он успокаивается. Он объясняет ученикам Голубой Луны, что хотя они еще только на первом курсе, их обязанность поддерживать гордость и традиции альфа-класса. По этой причине во время финального раунда турнира этот псих хочет, чтобы они использовали любые необходимые средства для устранения команды Дессера. Он очень ясно дает понять, что они никогда не смогут позволить им стать одиночниками. Этот парень напрямую говорит с изюминкой, так как она уже дралась с Дессером раньше, и она подтверждает, что уверена в том, что сможет победить его. Она лидер группы Голубая Луна первого курса, поэтому он требует, чтобы она принесла им победу. А Зест никогда не сможет забыть человека, который впервые дал ей почувствовать вкус поражения, поэтому она полна решимости победить его, используя все, что у нее есть. После этого Данте и Персиваль вступают в схватку с Азестом. Она думает, что они хотят возразить против того, чтобы она была лидером, но они знают, насколько она сильна, и это не то, чего они хотят. Персиваль просто хочет быть тем, кто защитит Дона Прама, а Данте хочет быть тем, кто противостоит романтике. Азест отмечает, что у них гораздо больше шансов победить в командных боях, но у этих парней серьезные личные обиды, поэтому она позволяет им это. Однако у нее есть для них один заказ. Азест показывает, что у нее есть личная неприязнь к ним, когда она говорит им, что Дезер для них недоступен, потому что именно она победит его. В другом месте Дезер размышляет о том, что и у романтики, и у Прама сейчас достаточно навыков, и он задается вопросом, готовы ли они к следующему шагу. Его верные товарищи по команде говорят ему, что они готовы к дополнительным тренировкам для финального раунда, но Дезер шокирует их, когда говорит, что тренировок нет. Вместо этого они будут выполнять специальный режим для финального раунда. Для этого они отправятся в библиотеку, где Дезер подарит им кучу книг. Романтика была ошеломлена, когда Дезер сообщил, что они будут изучать историю, и ей нужно напомнить, чтобы она вела себя тихо. Финальный раунд рейтингового турнира пройдет в теневом мире, подготовленном Академией. В этих мирах воссоздаются исторические события, и если им удается предотвратить их, они очищают теневой мир. Изучение истории этих событий поможет предотвратить их, но они не знают, какие из них будут вызваны. Дезерт говорит им, что он просто воспользовался своей интуицией, чтобы выбрать несколько случайных инцидентов для изучения, но мы знаем, что это мальчики из будущего. Он точно знает, каким будет мир теней в финальном раунде. Во время учебы романтика дразнила Прама за то, что он так восхищался их учителем, но в итоге они привлекли внимание Дастера. Этот чувак – жестокий диктатор, он требует, чтобы они возвращались к учебе с улыбкой на лице. Несколько мгновений спустя команда приходит в шок, когда к ним приближается Изюминка. Момент немного напряженный, но романтика нарушает тишину, спрашивая эту цыпочку, чего она хочет. Изюминка в том, что прошло уже два месяца с момента их ссоры, и таким образом она приветствует ее решение присоединиться к Блюмун. Он считает, что она заслуживает быть в самой сильной партии Академии, но она сомневается, действительно ли она самая сильная, поскольку Тессер в ней нет, а Зест обратился к нему с просьбой официально объявить войну Эсер. Наша героиня, путешествующая во времени, говорит, что это так похоже на нее, проявлять вежливость по отношению к кому-то, кого она считает своим соперником. В тот день Изюминка недооценила его, но на этот раз она клянется победить его, используя все, что у нее есть. Дезерт очень рад это слышать, так как он хочет, чтобы она использовала свой гнев по отношению к нему, чтобы стать сильнее. Главной целью нашего гениального героя в тот день было разжечь в ней боевой дух, и это явно сработало. Только став сильнее, его друзья смогут изменить будущее, так что он с нетерпением ждет возможности сражаться бок о бок с более сильными. Через некоторое время мы дойдем до дня рейтингового турнира. В центре стадиона установлено несколько порталов, и репортеры заняты опросом инструкторов. Финальный тур – это большое событие в Академии, поэтому многие горожане приходят посмотреть и становится довольно шумно. Очевидно, что это большое событие, так как друзья Дессера замечают, что он сегодня правильно надел галстук. Дессер объясняет, что обычно он не носит галстук правильно, потому что это просто неудобно, но романтика подумала, что это просто потому, что Дессеру нравилось демонстрировать свою грудь. Они все шутят, и Дессер просто рад, что они совсем не нервничают. Они все готовы начать и занять центральное место на сцене. Все остальные команды тоже готовы, и огромная толпа взрывается радостными возгласами. Один из парней не думает, что Дезерт выглядит очень крутым, учитывая всю ту шумиху, которую вокруг него подняли, но какая-то девушка с голубыми волосами советует ему сосредоточиться. Однако тут вмешивается какой-то длинноволосый придурок и напоминает всем, что о таком парне, как Дессер, не стоит беспокоиться. Голос объясняет, что финальный раунд скоро начнется, и напоминает им, что для того, чтобы очистить мир теней, участники должны разрешить определенный инцидент. Им всем разрешено использовать любые методы для победы, но если они получат смертельные повреждения, они будут дисквалифицированы. Все бросают друг на друга злобные взгляды и им объясняют, что те, кто внесет свой вклад в очищение мира теней, получат больше очков. Девять лучших игроков получат звание одиночных игроков. Дезер и его команда находятся в самом низу рейтинга, поэтому Дезер объясняет, что для того, чтобы стать одиночными игроками, им нужно либо самим очистить теневой мир, либо победить всех остальных участников. Ворота начинают открываться, и начинается финальный раунд рейтингового турнира. Все пристально смотрят на порталы, и как только они наконец открываются, огромные толпы людей начинают выкрикивать имена своих любимых команд. Когда порталы открываются, все наконец входят, но команда Дессера остается последней. Дессер напоминает своим друзьям, чтобы они не волновались, и заверяет их, что они могут сделать все, что захотят. Они разделяются перед телепортацией внутрь, и голос сообщает Дессеру, что местоположение каждого было определено случайным образом. Дессер решает, что его первой целью будет найти своих товарищей по команде, но его мгновенно атакует ледяной разряд. Синеволосая цыпочка, которую мы видели ранее, не может поверить, как ей повезло, что она сразу нашла Дессера, и он просто не может поверить, насколько он стал знаменит. Эта цыпочка просто хочет подраться, но наш мальчик легко растапливает ее глупую ледяную атаку. Он очень удивляется, когда она показывает, что может использовать два заклинания одновременно и использует свою атаку водной волной. Дезерт останавливает ее еще одной огненной атакой, из-за чего пар распространяется повсюду, и он понимает, что ее второе заклинание – защитное. Однако он не может понять, зачем она это делает. Все становится довольно ясно, когда она ловко накладывает вторые заклинания перед первые заклинания перед первые, чтобы заморозить его. А Дессерт указывает на то, что такие интересные атаки ожидаются от кого-то из класса Альфа. Синеволосая цыпочка только начинает, так как она использует заклинание ветра, чтобы яростно разбрасывать осколки льда, оставшиеся от ее предыдущих атак. Эта леди ведет себя довольно глупо, когда объясняет, что ее заклинания относятся к тому типу магии, который простолюдин вроде Дессера никогда бы не смог использовать владеть им всю свою жизнь. Она спрашивает Дессера, есть ли у него какие-нибудь последние слова перед тем, как она разорвет его на куски. Но в нашем мальчике нет ни капли страха. Он восхищается ее уверенностью, но потом по-настоящему раздражает ее, когда указывает, что ей следует целиться в его жизненно важные органы. Дессер продолжает выводить ее из себя, заявляя, что она должно быть не так уж хорошо контролирует свое заклинание. Она сердито велит ему заткнуться, чтобы Дессер знал, что он действительно сейчас у нее в голове. Дезеру надоело возиться с этой девушкой и простым щелчком пальцев он уничтожает всю ее атаку. Конечно, она понятия не имеет, как ему это удалось, но понимает, что он использует обратные заклинания. Теперь Дессер полностью контролирует ход боя и преподает ей урок. Он говорит, что она никогда не должна недооценивать своего противника и всегда должна думать о своем следующем шаге. Это основы ведения войны, поэтому он советует ей внимательно следить за происходящим и запомнить это. Дезерт заканчивает собирать все свои осколки, чтобы создать массивный кристалл и отправляет его обратно в нее. Эта цыпочка, по-видимому, довольно тупая, поскольку она просто говорит, что магия простолюдинки никак не может победить ее. Она думает, что сможет легко остановить его атаку, но наш мальчик еще не закончил преподавать ей урок. Он разбивает гигантский кристалл, чтобы избежать ее щита и легко побеждает ее. Объявляется о ее поражении и таким образом она указывает на то, что это всего лишь одно из многих грядущих поражений. Где-то в мире теней какой-то маленький ботаник ходит и жалуется на то, как жарко в его случайном месте. Он жалеет, что у него нет защиты от солнца, но находит минутку, чтобы насладиться легким ветерком. На этого бедного ребенка быстро действует мощное заклинание из романтики и всем объявляется о его дисквалификации. Осталось 27 участников, и мы видим, что романтика и Прам уже нашли друг друга. Им повезло, что они оказались рядом, и романтика считает, что это восхитительно, когда Прам беспокоится о пустыне. Она использует свою магию ветра, чтобы обнаружить поблизости врагов, и решает напасть на того, кто остался совсем один. Романтика посылает атаку, но она мгновенно уничтожается и появляются два врага. Одна из них объясняет, что магия обнаружения имеет обратную сторону. Она раскрывает противникам ваше местоположение. А ее парень напоминает ей, что романтика – это просто бета-версия мусора. Романтика не воспринимает оскорбления легко и решает, что они должны выяснить, кто настоящий мусор с помощью драки. Парень хочет продолжать нести чушь о том, насколько их класс лучше, но Прам мгновенно нападает на него. Этот придурок просто использует это как доказательство того, что им не хватает хороших манер, и романтика понимает, что они не настолько слабы. Все становятся настороже, и бой начинается на мечах. Одна девочка пытается использовать магию, но Прам решает продемонстрировать свою невероятную скорость. Девочка приходит в ужас и начинает сомневаться, действительно ли Прам находится в бета-классе. Парень набрасывает кучу грязи и говорит своей девочке, чтобы она уничтожила его с помощью какой-нибудь мощной магии местности. Она начинает колдовать, но это только раскрывает романтике ее точное местоположение, и романтика отправляет ее в полет с помощью атаки ветра. Именно романтика сейчас оскорбляет их, называя тупицами за то, что они прячутся только для того, чтобы сразу после этого напасть на них. Парень очень расстраивается, но Прим напоминает ему, что ему нужно сосредоточиться на драке. Прим на самом деле отвлекает его, а романтика добивает альфа-мальчика. Романтика думает, что у него был бы шанс, если бы он сосредоточился на победе над ней первым, и указывает, что это то, что он получает за недооценку бета-класса. Осталось 25 участников, и Ордуа надеется, что все они такие же тупые, как эти двое. Эти двое дополняют друг друга в том, насколько они улучшились, и Прам отдает должное Десерту за все их тренировки. Говоря о Десерте, романтика говорит ему выйти из укрытия, так как она знает, что он наблюдал за ними. Десер был поражен их успехами и заявил, что он знал, что они смогут справиться с ситуацией самостоятельно. Романтика понимает, что Десер был тем человеком, на которого она напала ранее. Она думала, что стала сильнее, но Десер так легко разрушил ее чары. Десер похвалил ее за то, как хорошо она справилась, и наградил ее голову хорошим домашним животным в качестве награды. Она вела себя так тихо, что он подумал, что именно этого она и хотела, но она очень расстроилась из-за этого, потому что она не собака. Веселье и игры заканчиваются, когда Десер замечает приближение грозы. Небо опаляет красная молния, а на соседней башне с часами что-то происходит. Вдалеке вспыхивает сильный пожар, и мы обнаруживаем, что какой-то бедный парень был уничтожен другой командой. Участники команды остаются, и Десер объясняет, что у них есть два пути, чтобы перейти в класс Альфа. Первый – это занять первое место, очистив мир теней. Другой способ – просто выжить и попасть в первую девятку. Десер уверен, что для них было бы невозможно очистить теневой мир, так как другие команды просто объединились бы против них. Тем не менее, есть небольшой шанс, что они смогут финишировать в первой девятке. Другие команды будут бороться друг с другом, и им просто нужно еще девять очков, чтобы получить дисквалификацию. Романтика считает, что это будет намного сложнее, чем он говорит, но Прам уверен, что они справятся. Однако, вместо того, чтобы составить план или сделать что-то полезное, Прам просто рисует на земле. Как раз в этот момент они бегут в укрытие, потому что начинается проливной дождь, и нет никаких признаков того, что он прекратится. У них нет другого выбора, кроме как переждать его под деревом, и Романтика осознает это. Если бы не Дезерт, ей бы и в голову не пришло попасть в девятку лучших учеников Альфы. Если бы не он, она бы присоединилась к команде Данты, и кто знает, что случилось бы, когда они узнали, что она простолюдинка. Дезерт видит, что ей не по себе, и говорит им обоим не волноваться, так как он видит, что они становятся намного сильнее. Гнев нашего мальчика действительно достает ее, но она называет его чудаком и говорит, чтобы он перестал трогать ее за голову. Она напоминает ему, как сильно она ненавидит его тупое лицо, но думает о том, как она на самом деле любит свою команду. Шути, и вдалеке раздается звонок, и все это слышат. Десер говорит, что наконец-то пришло время, и напоминает романтике, что это было частью их учебы. Они находятся в мире предыдущей башни с часами. Предыдущая башня с часами – это магическое устройство высокого уровня, которое производит монстров через равные промежутки времени. Именно в этот момент башня с часами активируется, и мы видим, что что-то находится в земле. Голос объявляет, что задание на выживание было сгенерировано, и башня с часами произвела на свет нового монстра. Всем командам нужно пережить атаку монстра, и все учителя считают, что это плохая новость для бета-класса. Все они уверены, что команде Десера пришел конец, а большой чувак, возглавляющий группу «Голубая луна», смеется над Бриджит. Вернувшись в нашу команду, они услышали, как девочка кричит, спасая свою жизнь, и объявили, что осталось всего 17 участников. Приближается опасность, поэтому Дезерт говорит двум своим друзьям держаться подальше. Что-то начинает очень сильно вонять, и земля начинает трястись. Приближается чудовище, поэтому Дезерт говорит им быть на стороже, и из-под земли появляется крыса. Двое других приходят в ужас, когда крыса издает громкий рев, и Душера понимает, что им нужно убираться оттуда. Появляется гигантская стая крыс, и Деса решает, что это из-за монстра Килдра. Это чудовище использует целый батальон мышеподобных конечностей. Его рацион – человеческая кровь, и оно никогда не сдается, если выбрало свою цель. Романтика решает запустить в них воздушным шаром, но это бесполезно. Им просто нужно продолжать бежать, но совершенно очевидно, что мыши догоняют их. Десерт объясняет, что их единственный выход – победить того, кто командует. Это будет одна из мышей в стае, но романтика считает, что это все равно, что найти иголку в стоге сена. Десер перестает убегать, потому что знает, как найти вожака. Он пускает себе кровь и использует ее, чтобы вытащить того, кто командует. Маленькая глупая крыса проявляет себя, и романтика подбрасывает ее прямо из воздуха. Но эта тварь не умирает, и Десер указывает, что несмотря на то, что это маленькая крыса, она все равно остается монстром. Ее магическая стойкость высока, и даже романтики с их нынешними навыками не могут победить ее одним ударом. Трещотка просто продолжает приближаться, так что Дезерт решает, что у него нет выбора. Он приказывает своей команде отступить, но приходит в шок, когда Прам прыгает вперед. Команда приказывает Праму остановиться, но этот сумасшедший ребенок бежит прямо в гигантскую стаю крыс. В другом месте у других команд такие же проблемы с крысами, так как сейчас осталось всего 16 участников. Красная команда также столкнулась с гигантской группой крыс, но их лидер уверенно приказывает своей группе отойти назад и использует огненное заклинание. Зеленая команда, по-видимому, понятия не имеет, что происходит, поскольку они рады видеть, что то, чего они боялись, было всего лишь крошечным мышонок. Один манекен пытается отогнать его, но мышь издает боевой клич и на них набрасывается толпа. Затем мы возвращаемся и обнаруживаем, что коляска находится внутри полчища мышей и монстров. Он приказывает себе сосредоточиться и пытается найти того, кто командует. Он уверен, что тот получил урон от заклинания романтики и полон решимости найти это маленькое существо. После недолгой борьбы с мышами он наконец что-то обнаруживает. Снаружи Дезерт отчаянно пытается спасти Прама, разрывая гору паразитов. Романтика задается вопросом, не следует ли ей атаковать их воздушными шарами, но Дезерт указывает, что в конечном итоге она тоже попадет в Прама. Дезерт впадает в панику, когда ему начинает казаться, что он снова потеряет Прама, как это было в будущем. Однако именно в этот момент Прам появляется из кучи с мощной атакой и уничтожает мышь Килдра. Объявляется, что их квест на выживание окончен, но Дезерт бросается на Прама, так как тот находится в плохом состоянии. Прам получает похвалу от своих друзей, но он очень устал. Дезерт советует ему немного отдохнуть, чтобы малыш вздремнул. Дезерт ставит коляску в безопасное место под деревом, так как он очень удивлен, ведь коляска боится крыс. Дезерт просит романтику присмотреть за ним, но больше ничего не говорит и уходит. Дезерт зол на себя, ведь он должен был пройти задание, не заставляя Прама проходить через все это. Он понимает, что увлекся их улучшением и потерял бдительность. Тесер бьет себя по лицу и напоминает себе, что он здесь, чтобы больше не терять своих друзей. Он возвращается к своим друзьям, которые беспокоятся о его лице, но он говорит, что это пустяки. Команда Дезера удивлена, что он хочет путешествовать под дождем, но он объясняет, что это потому, что они нашли предыдущую башню с часами. Они направляются туда, но Дезер напоминает себе еще об одной вещи. Он планирует выбрать идеальный маршрут для достижения своей цели и клянется никогда больше не повторять ту же ошибку. В другом месте мы видим, что красная команда поражена тем, как их лидер сжег целую область, чтобы победить их крысиную группу. Зеленая команда также выиграла свою битву, а изюминка использовала свою ледяную магию, чтобы победить их крыс. Группа Дезера наконец добралась до часовой башни, и мы увидели лидеров всех остальных.